Я Макс. Все очень просто. Еда light. В одном блюде не больше 500 килокалорий. То, что нужно для активной жизни. Еда, которая делает нашу жизнь лёгкой. Вспомните, а вы когда-нибудь готовили суп-пюре из риса? Наверное, нет. Ну, вот как раз такой рецепт я сейчас и покажу. Это будет крем-суп из риса с луком порей. Сразу начну готовить. Тут главное сварить рис. Главное правильно выбрать и сварить рис. Я выбрал вот такой вот круглозёрный рис. Он очень хорошо подойдёт, он пропаренный, он быстро сварится. Его необходимо хорошенько промыть раза два-три в проточной воде, чтобы лишний крахмал из него слить, потому что суп будет такой клейкий, как каша. Мне этого не нужно, поэтому я промываю рис. Ну, в принципе, рис можно промыть вот так в сети, а можно несколько раз замочить его в воде минуты на три-четыре. Потом слить, потом ещё раз замочить и слить. Ну, такая вот технология промывания риса из Японии есть. Так, рис промыт, готово. Наливаю в кастрюлю воду. Включаю плиту. И дождусь, пока вода закипит. Подсолю её слегка. Так, а пока можно подготовить следующие ингредиенты. Это лук-порей. Его нужно достаточно много в этом рецепте. Я подготовлю ёмкость. Буду нарезать лук туда. Так, отрежу верхнюю часть. Она твёрдая, зелёная, не подойдёт. Нужна нежная белая часть. Ну, вот так вот я возьму. Где-то, где-то, где-то граммов, наверное, 150 лука. Так, разрежу его вдоль. Не дорезаю до конца. И сниму верхние грубые листья. В них ещё может попасться песок. Поэтому будьте внимательнее. Вот так вот надрежу. И сниму верхние листья. Просто раскрою лук, посмотрю, чтобы не было песчинок. Да, вот здесь вот они есть. Надо промыть. Так вот, просто проточной водой я промываю лук. Достаточно сильной струёй. Всё. Песка нет. Верхние листья я уберу. И эти нежные белые части, почищенные, я достаточно крупно нарежу. Всё равно потом я буду обрабатывать суп-блендером. Это будет суп-пюре. Я вот так его в миску сложу. Пускай ждёт своей очереди. Вкусно, красиво, легко. Почищу чеснок. Почищу чеснок. Я отделю от него зубчик. Очищу его. Чеснок. И очищу морковь. Подготовлюсь к следующим действиям. Пока закипает вода, есть время. Молодая, хорошая, спелая морковь. Богатая каротином. Витаминами. И огурец. Я тоже его слегка очищу, потому что у меня такой маленький грунтовый огурчик. Он может слегка горчить. Поэтому я часть кожи вот так сниму, чтобы он был такой разноцветный, когда я буду его нарезать. Всё-таки оставим немножко, да, для цвета, чтобы он не был совсем белый. Так. И подготовлю хлеб. У меня зерновой хороший хлеб. Я срежу с него корочки. Они жёсткие. В блюде будут мешаться. Аккуратненько, чтобы много хлеба не отрезать. По чуть-чуть. Нужно срезать все корки хлебные. Так. Можно их оставить. Сделать из них сухарики. Это хороший цельнозерновой хлеб. Так. Ну и пар выходит. Это подсказывает мне, что вода закипела. И туда я отправляю промытый рис. Всё. Весь рис пошёл в воду. Подсушу гренки на сковороде. На обычной. Вот так. Поставлю её на плиту. Ну и всё. И подготовлю уже следующий ингредиент этого блюда. Это такая будет мини-закусочка к супу. Это рулеты из цукини. Сейчас я покажу, как это делается. Возьму миску. Так. Морковь. Нарежу её полосками. Ну так. Отрежу нижнюю часть, чтобы морковь не каталась по доске. И вот такие тоненькие слайсы. Я от моркови отрежу. Так. Небольшое количество мне понадобится. Эти слайсы я нарежу на полоски. Как морковь по-корейски. Вы сейчас увидите, зачем это надо. Нарезали. Надо беречь пальцы. Всё-таки это дело небезопасная нарезка острым ножом. Так. Готова морковь. Огурец. То же самое. Срежу с него тонкие слайсы со стенок. Мякоть я использовать не буду. Она слишком водянистая. Со всех сторон я обрежу огурец. Вот осталась эта сердцевинка. Она может кислить. Да, и она слишком водянистая, поэтому здесь она не подойдёт. Отложу в сторону. И то же самое сделаю с огурцом. Нарежу соломкой. Здесь попалась немножечко часть сердцевины, я её тоже отложу. Ну вот, подготовлена наша такая заготовка. Проверю, как там рис. Добавлю, наверное, к нему специй. Сухое орегано. Вот так, чтобы он напитывался вкусом. И ещё слегка посолю. Чтобы рис не был пресный. Всё, перемешиваю. И когда рис дошёл до полуготовности, я отправляю к рису лук-порей. Вот так. Он будет вариться вместе с ним. Перемешаю. Отлично. Всё. И оставлю на маленьком нагреве. Лёгкая еда. Никакого вреда. Сковорода нагрелась. Я отправляю туда хлеб. Пускай поджаривается. И небольшой зубчик чеснока. Вот так раздавлю. И отправлю сюда. К хлебу. И ещё небольшой зубчик чеснока я отправлю к рису. Ну, так. Пополам разделю. Протру доску. Потому что именно её я буду использовать сейчас как подложку для цукини. Я буду подмариновывать эти цукини прямо на доске. Вот так вот я возьму цукини. Отрежу вверх и низ. И при помощи экономки я буду срезать в цукини тонкие слайсы. Вот таким образом. Если дома у кого-то есть корейская тёрка хорошая, можно использовать её. Может быть, у кого-то есть слайсер. Например, как на профессиональной кухне. Ну и таким образом я срежу ещё несколько слайсов. Их я буду готовить. Всё, достаточно. Эту часть цукини я пока отложу. Буду использовать, допустим, для супа какого-нибудь крема из цукини. Всё, лук-порей и рис сварились. Так, и хлеб можно перевернуть. Замечательно, он себе там печётся. Теперь разложу цукини на доске. Вот так, один к одному. Раз, два и три, четыре. Закончили упражнение. Сбрызну оливковым маслом, вот так вот, тоненьким слоем. И посолю. Цукини начнут подмариновываться прямо на доске. Такое карпаччо из цукини. Очень хорошая штука. Так, возьму нежный сливочный сыр. Буквально столовую ложку добавлю к овощам. Возьму базилик. Мелко его нарублю. Вот так. И туда же отправлю. Также посолю. И вот у меня тут осталась паприка. Я тоже добавлю её для цвета. Я возьму небольшое количество паприки. И сделаю из неё тоже полосочки вот такие. Я хочу, чтобы они как бы вылезали из цукини. Вот так. Отправлю туда. Ну и всё. Осталось только перемешать и начать уже скручивать рулетики. Вот так я перемешаю. Готово. И подготовлю ещё одну тарелку. Куда я буду складывать уже те самые рулетики. Еда лайт. Беру ингредиенты и выкладываю их на цукини. И этот кусочек я заворачиваю вот в такой вот рулетик. Складываю на тарелку. И из всех цукини я скручу эти рулетики. Вот так. Нужно понимать, что цукини, в принципе, их можно есть и сырыми. Да? Ну, я для подстраховки подмариновал их с оливковым маслом, с солью. Они стали мягкие, податливые. И из них можно уже закручивать эти самые рулетики. И осталось ещё буквально пару рулетиков. Что мне для одной порции будет достаточно такого количества рулетов. Всё. Практически готово. Греночки подсохли. С чесночком. Я добавлю жидкость. Обычную воду. Вот так. Ну и всё. Можно применять блендер. Надо взбить до однородной консистенции. Ну и всё. Готово. Всё. И теперь доведу до кипения. Буквально несколько секунд. Пока всё это закипает, я нарежу гренки. Они уже тут подрумянились. Ну, вот так вот. Такими вот кубиками. Отлично. Ровненькие кубики. Это пока в сторону. И немного базилика. Возьму ещё какой-нибудь зелени. Например, укроп. Я нарежу помельче. И добавлю в суп. Небольшое количество. Остальным посыплю греночки. Вот так. Распределю это на две части. Перемешиваем. Так. Готово. Возьму пиалку. Возьму поварёшечку. И вот так вот порцию супа я отправлю в тарелку. Вот так. Чтобы было вкусно. Отлично. И сверху к супу я добавлю гренки. Вот так. Ну и соцветие базилика небольшое. Ну вот так. Когда бы вы ещё приготовили суп-пюре из риса с луком-порей? Только в этой программе «Едолайт» может быть такой рецепт. Легко ешь, легко живёшь. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова